Морензи Добрый вечер! С вами светская хроника с Евгением Машко, время известных людей и светских новостей. А в гостях у меня сегодня художественный руководитель Государственного Академического Русского Драматического Театра Республики Башкортостан Михаил Исакович Рабинович. Михаил Исакович Рабинович, художественный руководитель Академического Русского Театра Драмы Республики Башкортостан, заслуженный деятель искусств России, народный артист Башкортостана. Михаил Рабинович родился 23 августа 1940 года. В 1961-м поступил в Уфимский авиационный институт, где играл в студенческом театре, который стал известен далеко за пределами вуза. В 1971-м поехал в Москву и поступил в Щукинку на курс профессора Александра Паламешева. По окончании работал режиссером-постановщиком Русского драмтеатра имени Горького в Махачкале, где поставил огромное количество спектаклей. С 1984-го Михаил Рабинович – главный режиссер, а с 1998-го художественный руководитель Государственного академического Русского драматического театра Республики Башкортостан. Здравствуйте, Михаил Исакович. Здравствуйте, Женечка. Очень рада вас приветствовать у себя на программе. Спасибо, что в череде ваших праздников вы нашли время, посетили нас. Скажите, как прошли празднования юбилея театра? Они не прошли, они продолжаются. Это не в плане, что мы отмечаем юбилея, они продолжаются в плане того, что мы вообще этот сезон посвятили юбилею театра. Поэтому все спектакли, которые будут, нам бы хотелось, чтобы они радовали зрителей, чтобы они получились так, как мы хотим, то есть качественные, чтобы они были. Ну и чтобы зритель, который к нам приходит, уходил от нас с праздничным настроением. Мне кажется, это так и есть. Достаточно огромное количество зрителей уходит довольными с ваших спектаклей, постановок, разве нет? Ну, может быть и да, может быть и нет, потому что вот я на вас смотрю и смотрю ваш канал и думаю, какая вы молодец, и какой у вас интересный канал, и как, наверное, у вас все благополучно, как, наверное, у вас все хорошо. Вот о трудностях и сложностях. Вы с 1998 года являетесь художественным руководителем театра. Это так? Ну, наверное, да. Мне кажется, что я очень давно уже. Со стороны действительно все достойно, красиво, благополучно, но я думаю, что даже у вас есть некие трудности, да, с которыми вы сталкиваетесь, и что это за трудности? Их очень много. Они во всем, ну, видите, в чем дело. Театр ведь, что это такое? Это как бы реакция на жизнь извне, за стенами театра. Поэтому все, что в стране происходит, какие проблемы, какие трудности, они обязательно на театре отражаются. Вот я даже еще не могу понять, каким образом это происходит. Но обязательно. Вот, например, вот входишь в зал зрительный, видишь зрителей, и ты понимаешь, сегодня спектакль состоится вот такой, какой мы хотели или нет. То есть будет сегодня контакт со зрителем, намечающийся или нет. И вот это трудно сказать, почему. Ну, проблемы, конечно, у нас существуют. Может быть, не проблемы, когда смотришь, сколько артист получает. Или просто специалист. Сколько артист получает? Средняя заработная плата у нас артисты 14 тысяч рублей. А правда, что сейчас практически все спектакли, постановки в театре на самоокупаемости? И как вообще духовное сочетается с материальным? Как коммерция сочетается с искусством? Ну, это самая больная моя тема. Поэтому мы ее подняли. Я знаю, что это действительно больная тема, как для вас, так и для многих режиссеров. Я думаю, да. Да, да. При том, что есть города, где еще хуже. А есть города, где совсем хорошо. Это Москва, Театр Табаков, предположим. Там замечательно все. Почему? Ему помогает город, ему помогает министерскую культуру, ему помогает, я не знаю, как они сейчас, меценаты, наверное. У него много площадок, цены на билеты мощные. Потому что если мы будем такие цены загибать, то к нам никто не пойдет. Сколько стоит сейчас средний билет? Средний билет, ну, вот у нас на Мюзикл максимум сейчас 700 рублей, а минимум 150. Ну, мы не имеем права сейчас поднимать цены, потому что любой зритель должен ходить в театр. Вот сегодня финансирования нам недостаточно. Потому что то, что было в прошлом году, очень сильно, оно, финансирование, скажем так, не изменилось, а цены-то повышаются на все. Но и для того, чтобы сегодня сделать спектакль приличный, нужны деньги. Но, тем не менее, бюджет выделяет, да, какие-то страны? Нет, какие-то да, конечно, но недостаточно. Нужно понять, что театр – это мост между властью и народом. И этот мост нельзя разрушать. Раз и говорили о том, что в театре Табакова все хорошо, а где же все плохо? Это в России, центральные города России. Там очень, совсем трудно. Совсем. Ну, вот недавно я узнал, что там заработная плата 7-8 тысяч. Тем не менее, то есть актеры работают за идеи? Работают, конечно. Ну, актер вообще чаще всего работает за идеи, потому что это не то место, где можно заработать деньги. Печально, ну, что делать? Когда я сейчас это говорю, я не говорю, что так вообще плохо, это ужасно, вообще жить не хочется, уйти нужно. Надо работать все равно. Для того, чтобы мы могли что-то заработать, нам нужно ставить спектакли определенного жанра. А мы продолжим после рекламы. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова